В актовом зале 22-й школы в середине лета все места заняты. Однако здесь по большей части не дети, а уже очень взрослые горожане. Все они из года в год делают свой район чище и краше. Часто абсолютно бескорыстно. Одна из активистов – 82-летняя Александра Дроздова. Почти полвека она работала технологом на авиационном заводе и после выхода на пенсию нашла свое призвание. Посадила дома, посадила рассаду и когда холода уже прошли, высадили рассаду и у нас около дома теперь цветут цветы. И мне все время удивляется, вам охота этим заниматься? А я говорю охота. И когда мне скажут бабушка, я всегда говорю, никогда не называйте меня бабушкой. Таких патриотов микрорайона, как Александра, насчитали 27 человек. Кто-то из года в год убирает улицы, другие озеленяют дворы, а кто-то вкладывает деньги в дороги и детские площадки. 15 медалей и 12 благодарственных писем – лишь малая часть огромного спасибо от администрации. Однако были и те, которым памятный сдак пока не достался. Сегодня мне тоже вручили медаль, но медаль пока еще не заготовили, как мне сказали, и вручат попозже. Вручили удостоверение. Я тоже очень счастлив, что я попал в писак тех людей, которых руководство железнодорожного района посчитало, что мы какую-то лепту внесли в развитие нашего родного железнодорожного района. Организаторы акции признаются, что активисты – жемчужина их района. На вопрос о том, почему им самим не дали медаль за заслуги, проследовал скромный и в то же время достойный ответ. Люди есть более достойные, которые на протяжении всей своей жизни к этому шли, и поэтому наша задача таких людей выявить. Ну, нам еще работать и работать. Подобное честование – лишь начало целой плеяды событий, посвященных 80-летию железнодорожного района, которое будет в сентябре. Никита Суханов, Вячеслав Батоев, телекомпания АТВ.